Новый год – один из любимых народом праздников в нашей стране. А ёлочная игрушка не только у детей, но и у взрослых вызывает радость и создаёт то самое праздничное настроение. Коллекция в горках заставит улыбнуться, вспомнить детство и поднимет настроение любому, кто придёт посмотреть на яркие, блестящие, такие родные из детства советские игрушки. Эта коллекция принадлежит Ирине Адуловой. Самые ранние экземпляры датируются 30-ми годами прошлого века. Тогда игрушка делалась из простых материалов – вата, соль, краски. И вот кот в сапогах готов. А откуда эти игрушки? Это передавалось из поколения в поколение? Какие-то передавались из поколения в поколение, а какие-то коллекционер специально приобретал, дополняя свою коллекцию. Вот как, например, предметные игрушки, там можно увидеть музыкальные инструменты. Там как и немецкие игрушки, так и старинные русские игрушки. Вообще отличие советской игрушки от современной – именно в форме. Она здесь играла большое значение. Так, 150-летию Александра Сергеевича Пушкина в 1949 году выходит коллекция игрушек с героями из его сказок. А вот в 50-х, после выхода фильма «Карнавальная ночь», появляются те самые известные часы, на которых 12 без пяти. В 60-е годы – полет человека в космос. И вот на полках магазинов появляются игрушки на тему космонавтики. Коллекция птиц, музыкальных инструментов, сказочных героев. В советское время формовая игрушка была в приоритете. Ну, с 80-х, наверное, годов, я говорю, идет уже такая достаточно условная стилизация. Игрушки теряют, наверное, свою индивидуальность и массовое производство их уже. И, наверное, они уже не так интересные, не так красивые. Поэтому сейчас идет, наоборот, возврат к старинным игрушкам. И очень многие стараются найти те игрушки, которые хранили еще бабушки и дедушки, и нарядить елочку. Такой, какой она была в начале века. Моду на советскую игрушку можно увидеть и в этой коллекции. Оригиналы часто находятся с современными репликами. Мода циклична. И кто знает, возможно, скоро придет тенденция на украшение новогодней елки вместо ярких шаров. Именно формовой игрушкой, которую мы так любим еще с детства. Екатерина Чернышева, Данил Свидерский, Алексей Руднев. Видное ТВ.